Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Доброго дня и доброго здоровья хочется пожелать всем, потому что в такую морозную погоду нужно трепетнее относиться к своему здоровью, как-то беречь себя. Во-первых, во-вторых, о здоровье мы сегодня будем говорить. Не так ли? Да. А почему? Если холодно, берегите здоровье. Отопление, что ли, закончилось? Ну, когда на улице доходитесь? Пританцовывайте, приплясывайте, не стойте на месте, чтобы не замерзнуть. Не примерзайте. Наверное, спасибо за рекомендации. Будем себя беречь. Я так думаю, чей-то я на себя функции радиослушателей взяла. Действительно, берегите себя. Тем более, что, говорят, морозы продержатся еще достаточно долго, недели или больше. Причем крепчать они будут. А они, да, уже порядком, по-моему, утомили. Или нет. Ну что ж, да. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин, да, в студии «Дневного разворота». Еще раз приветствуем вас. 708-502, сразу же озвучу наши координаты. Номер прямого эфира 708-502, номер для СМС 8909-720-101-0. Можете писать на нашем сайте. Да, запишите наш телефон 708-502 для тех, кто его еще не очень твердо помнит, потому что тема будет касаться абсолютно нас всех. Она не минует ни одного человека, живущего в нашем городе. Мы так или иначе все с этим связаны. Все как-то общаемся, вынуждены даже, да, при желании. Вряд ли человек туда пойдет. Мы обычно туда бежим, когда нас приспичит. Я говорю о докторах. Мы сегодня будем говорить. У нас медицинская тема. И медицинская тема, мы как-то стараемся, знаете, в пятницу сделать все-таки, выбрать такую тему более добрую, что ли, да, чтобы с хорошим настроением уйти на выходные. Сегодня тема, я не знаю, для меня она как что-то очень, я не знаю, мне, я затрудняюсь сказать, грязная. Брррр, наверное, может быть так. Тяжелая, непростая. Тяжелая, непростая, да. Да нет, неприятная она. Давайте представим нашу гостью. Да, сегодня у нас в студии Екатерина Торловская, председатель Львецкого кардиологического общества, профессор, кафедра госпитальной терапии Кировской медакадемии, доктор медицинских наук, депутат Кировской городской думы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа профессор. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, давайте мы будем говорить вот о чем. Собственно, тему вы подсказали сами. В некоторых изданиях электронных был опубликован ваш пост, опубликован и перепечатан, где вы писали о том, что на ваш взгляд не может в принципе быть, хотя есть некие позиции к тому, что это все-таки будет. Мы сегодня с вами будем говорить и расширять будем тему дальше. То есть то, о чем писали вы. Это врач-анестезиолог по фамилии Ватюков. Это тот, который избивал кировчанина Кулешова, лежащего в реанимации Пермского кардиоцентра. Бил он человека по послеоперационному шву. Бил со всей силой и со всей жестокостью. Но этот ролик, по-моему, обошел всех. Я не знаю, очень малое количество людей не видело того, что происходило. Летом прошлого года он появился. Да, летом прошлого года. По-моему, ближе к осени. Нет, 3 июля. 3 июля это происходило. А ролик появился гораздо позже. Нет, подождите, происходило это зимой еще. Происходило в феврале, а ролик был в июле. Вот, да. Это я запомнила хорошо, потому что я его увидела, будучи за границей. То есть, фактически, произошла история год назад. Врач-кардиолог по фамилии Ватюков, не кардиолог, анестезиолог кардиоцентра, избивает пациента. Пациент привязан к кровати. Ну, видимо, это необходимость после тяжелой операции на сердце. Это после операционной фиксации. И вот это вот, как человек наносит удары по послеоперационному шву, и вот, что это врач, и я была абсолютно в шоке. Вот прошел год, по-моему, идет судебный процесс, и вы написали о том, что Ватюков имеет некие шансы вернуться на работу. Ну, давайте вот эту тему будем поднимать. И что вы сами об этом думаете, что вы сами об этом можете сказать? И основное, почему вы подумали о том, что у Ватюкова есть шансы вернуться в медицину? Ведь он уволился, да, после этого события? Его уволили. Его уволили, да. Но дело в том, что проведенная экспертиза установила, что смерть пациента, которая последовала, по-моему, через 10 дней после вот этой ситуации, она не связана вот с этими нанесенными ударами. И у него переквалифицировали статью. У него была статья о нанесении тяжкого вреда здоровью, а сейчас у него переквалифицирована статья в статью по бою. А по статье по бою человек может получить в качестве наказания, например, только штраф. Или там условное наказание. Ну, то есть там наказание совершенно другого плана. Да-да-да, но это зависит от степени тяжести нанесенных ударов. До двух лет там как максимум. Но мне хотелось вот к чему еще вернуться. Только сейчас я обратила внимание на то. Действительно, я раньше не понимала. И вот сейчас у меня... Вот смотрите, событие произошло в феврале. В июне или в июле, да, летом появился ролик. После чего доктор был уволен и возбуждено уголовное дело. Но ведь до публикации ролика врач продолжал работать, да? Да, конечно. То есть все события... То есть порядка полгода. Да, все события завертелись после того, как правда была вынесена наружу. Она стала известна всем. И только после этого завертелась вот эта судебная, правовая, расследовались... А и общественная машина вот заработала, да? Смотрите, а до того... Ведь я понимаю, в палате реанимации стоит постоянная камера, которая... Откуда же запись эта появится? С камеры наблюдения. То есть люди, которые просматривают все это, все, что есть на кадре, да? То есть о том, что он избивал пациента, знали... Знал не один человек. Знали люди. Знали, скорее всего. И молчали полгода. И до тех пор, пока это не придали гласности, человек продолжал трудиться. У меня вопрос, а скольких людей он еще мог так зашибить до того, как его уволили с работы? Ведь я так понимаю, что ситуация в медицине, вот эта вот круговая порука, не выносить ссоры из СБ. Ну, конечно, такая... Никодина Юсифовна. Нет, я согласна, Лена, с вами. То есть это действительно есть такая ситуация, но она есть в очень многих профессиях, и это очень плохо. Я не приветствую это. Но то, что там люди знали, которые там работают, конечно, знали. Не могли не знать. Не могли не знать. Но, насколько я понимаю, в Пермском кардиохирургическом центре там действует принцип, либо ты принимаешь наш стиль работы, либо ты отсюда уходишь. А кто, собственно, навязывает этот стиль работы? Нет, подождите, я понимаю стиль работы, хамство. Всегда руководство. Нет, я понимаю стиль работы. Вот сейчас смотрите, что сказали, да? Что стиль работы? Хамство, пренебрежительные отношения и так далее. А что, его этого, Ватикова, кто-то учил бить пациента? Нет, нет, упаси боже. Вот я про это и говорю. Нет, нет, это ситуация, понимаете, я сейчас, может, такую крамольную вещь скажу, но, на мой-то взгляд, есть гораздо более страшные вещи, гораздо более неприятные, чем ситуация с Ватиковым. Ещё более страшные вещи? Значит, в каком смысле? Зарезал, съел? Не-не-не. Это шутка была. Злая она. Не в этом плане. Видите, в чём дело? Это ситуация как бы одного человека. Человек совершил ужасный поступок. С моей точки зрения, это абсолютно извращение, когда врач поднимает руку на пациента. Но мы можем с вами по-разному оценивать. Ну, вдруг, на самом деле, там психический срыв у человека и так далее. То есть его лечить надо там. Но его и лечили. Да. Ну, да. Пытались. Пытались лечить, и там суицид был, и так далее у него. Нет, я прочитала про попытку суицид. Предсуицидальное состояние. То есть это такая вот разовая ужасная ситуация. Но стоит, наверное, подумать, что я вот почему сказала, что есть более, скажем так, неприятные вещи. Системные вещи. Системные, которые, вот как вы сказали, совершенно сказываются на здоровье и так далее. Очень большого количества людей и так далее. Ну, вот его взяли, уволили. Как бы решили эту ситуацию? Это плохо, ужасно. Работать в медицине, конечно, ему не надо однозначно и так далее. Но просто вот эта разовая такая ситуация, может быть, это в какой-то степени... Я бы не назвала всё-таки это лицом отечественной медицины. Конечно, нет всё-таки. А давайте я задам вам вопрос. А вы можете гарантировать, что это была не разовая ситуация? Нет, со стороны его, со стороны вот этого человека, да, тут, конечно, никаких гарантий нет. Нет. Потому что мы там знаем, в случае там всплывал ещё один женщина-художница пожилая, ретроспективно рассказала, что с ней было там. Она боялась всем об этом рассказывать за три года до этой ситуации. Тоже Ватяков в этой ситуации участвовал. То есть, видимо, человек действительно психически неустойчив. Реально, совершенно. И вот тот бешеный режим, в котором работает Пермский кардиохирургический центр, когда там врачи работают по 36 часов и начинают оперировать в 5 утра, он не способствует, скажем так, психическому здоровью, ни Ватякова, никого другого. Вы знаете, вот смотрите, всё время говорить о психическом нездоровье вот этого Ватякова, о сложностях работы. Вот меня ещё, знаете, забеспокоила, возбудила вот какая мысль. Смотрите, он в предсуицидальном состоянии, был помещен в больницу, предполагалось, что у него какое-то психическое расстройство и так далее. А у меня возник вопрос. Ребята, а кто вам об этом сказал? Сам Ватяков. Он сказал, ах, я какой больной, я наложу на себя руки. Понимаете, мы всё время делаем какие-то скидки. Ах, он был такой, он был несчастный и так далее. Простите, пожалуйста, есть экспертиза и самого Ватякова. Он здоров. Он здоров и он нормален. И каким-то единичным срывом уже это объяснить нельзя, потому что, вы сами сказали, уже есть как минимум два определённых примера. Нет, нет, но просто я говорю, что вот это вот один человек, который вот себя ведёт таким совершенно, ну, безумным, скажем так, образом. Вот всё равно ни один нормальный врач, он вот, глядя на это, не может сказать, что этот человек нормален. Но это невозможно. Подождите. Семья не без урода, что получается? Не-не-не, подождите, ребята, а как же те врачи, те врачи, которые знали и которые видели, как он бьёт пациента, а их состояние душевное оцените. Если врач ни один не может, то как они... Подождите, если я не могу, то я никому не позволю. Я перед этим как раз сказала вот ту вещь, что, к сожалению, в этом центре сложилась такая ситуация, что либо ты просто там работаешь, закрыв рот и ни на что не обращаешь внимания, либо ты оттуда уходишь. Потому что там, кроме проблем Ватякова, много других есть проблем, в отношении которых не надо молчать. И те, кто не хочет молчать, те уходят. Да, конечно, почему не могу. Это в том числе отношение к пациентам? Подождите секундочку. А вот когда вы, возвращаясь к теме, которую мы ещё, на мой взгляд, не совсем закончили, вы сказали о круговой поруке. Либо ты молчишь, либо ты уходишь. Так вот, смотрите, когда Ватяков избил человека, пациента, я говорю, понимаете, кто не видел эти кадры, ужаснитесь, лежит мужчина, он слегка прикрыт простынёй или чем-то, и доктор бьёт его несколько раз, знаете, с озверевшим выражением на лице, и вот, знаете, он метится в этот шов, он знает, куда бьёт. Он не бьёт по щёчине, он бьёт в самое больное место. Да, извините, пожалуйста, кто кого прикрывал и какие прикрывались деяния тех людей, которые это видели, чтобы они замолчали про Ватякова. То есть Ватяков, я так понимаю, что Ватяков про них что-то такое знал, для того, чтобы они потом сделали вид, что этого не знают и промолчали об этом. По-другому не бывает. Всё гораздо проще. Как? Всё гораздо проще. Значит, я думаю, что здесь просто... Дело в том, что в этом центре достаточно высокая оплата труда в сравнении с другими лечебными учреждениями, потому что они работают по квотам, квоты оплачиваются гораздо выше, скажем так, и там действительно реально хорошие заработки. Ой, а подождите, а частнопрактикующие клиники, они, по-моему, цены могут быть запредельные. Ну, кардиохирургических, частнопрактикующих клиник нет. В Перми точно нет. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это не стоматология. Я не знаю, хорошо это или плохо. Лен, нет, да, я тоже не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что должна быть альтернатива всегда. Конечно. Но, по крайней мере, в Перми таких клиник нет. И устроиться туда на работу даже для медсестры, я не говорю о враче, для медсестры это уже, в общем-то, где-то большое личное счастье. То есть ты будешь получать очень такие достойные... Это большие личные деньги, это не счастье, а большие личные деньги, которые формируют у тебя ощущение счастья, вседозволенности и многое другое. И в данный конкретный момент каждый человек должен для себя принять решение, или я, значит, продолжаю получать вот эти деньги, работаю в этом престижном месте, или я отсюда вылетаю. И всё. Всё очень просто. Всё гораздо проще. Вы знаете, вот давайте так возьмём, я не буду называть, потому что это ещё очень ярко не афишировалось, один из соседних регионов, где действовали по беспределу группы людей, высокопоставленных людей. Они получали безумные деньги, они уничтожали людей. И каждый понимал, что бороться с ними невозможно, потому что для того, чтобы с ними побороться, как-то ты должен к ним же прийти и на них же написать заявление. И вы знаете, вот этот регион прямо завывал от того, что происходит. И вот не так давно просто однажды прилетел туда в аэропорт самолёт, сел, всех их взяли, скрутили руки, поместили и улетели. Вы знаете, сейчас ситуация в регионе совершенно другая. И когда говорят о невозможности, то есть я получаю деньги, и либо совесть, либо деньги, я так понимаю, что есть, в конце концов, люди при желании бороться. Знаете, может однажды прилететь такой самолёт или вертолёт. Всех вот этих вот изуверов просто под локоточки и куда надо, и отправить в те места, где им, собственно, и положено находиться-то на нарах. То есть мы всё время говорим с неким пессимизмом о том, что вот есть такое, а как бороться? А как бороться, ребят? Бороться всегда есть. Нет, бороться надо. Всегда. А есть они реальные? И там есть люди, нет, есть люди реальные, которые пытаются, так сказать, бороться вот с этим стилем работы этого пермского кардиохирургического центра, и борьба там просто не на жизнь, а на смерть идёт. Есть люди, которые не боятся и реально совершенно сопротивляются. Но таких, как обычно и как всегда, и как многие-многие сотни лет, это одна и та же история, повторяется в разных вариантах всё время, значит, этих людей меньше, чем тех, которые, ну, не хотят жертвовать своим там комфортом и так далее, закрывают глаза на вот эти ужасы. Дело ведь даже не в тех людях, которые не хотят, это самое, лишаться комфорта, а в тех людях, которые, имея большие деньги, большие заработки, имеют возможность дружить с теми людьми, кто отвечает за их дальнейшую работу, за невозбуждение в отношении них уголовных дел и так далее. Потому что когда я, вот, допустим, честно говорю, я читала вот выдержку, цитату из заключения Бюро судебно-медицинской экспертизы Кировской, я подчеркну Кировской, Кировского бюро, было написано, что избиение, значит, вот причины смерти пациента не причина следственных связей с избиением и так далее. И вот смотрите, вот вы врач, вы профессор, скажите мне, пожалуйста, врач, избивающий пациента. Хорошо, разобрались. Нет, вроде как бы, ну, эксперты говорят, нет там причины следственных связей. Хорошо, наносят удары. Чего, человек лежит как бревно? Он абсолютно равнодушен, спокоен. Извините, а стресс? А стресс? А ужас, который испытывает человек, ожидающий того, что этот врач, он тебе должен помогать, он тебя лечит. Вот я никогда не забуду. 27 лет назад, когда моей дочери было 10 дней, то есть я мамаша-то еще косорукая, я мамаша-то еще неумелая. С трясущимися руками. Мы попали, да, мы попали в детскую больницу, вот там на Юго-Западе, на Меделеево, да, по-моему. У нее был фурунку после роддома, вот был фурунку. Его удалили, нас поместили в палату. Вы сами понимаете, что 10 дней после родов ты еще не очень можешь сидеть. Ты еще не очень активно можешь передвигаться. Вот. И был утренний обход. И заходит заведующий отделением. Причем никто никого не предупреждал. Моя 10-дневная дочка лежит в пеленках. Ну, раньше же тугое пеленание, вот это вот все. Заходит врач, заходит свита. И я с трясущимися руками, не очень ловко вылезая из этой кровати, потому что все-таки сидела, да, перед этим девочку кормила. Вот не очень ловко выбралась, не очень быстро. Не очень ловко начала ее распеленывать. И я обратила внимание на выражение брезгливости, брезгливости, презрения и уничижения на лице заведующего отделением, который постоял 30 секунд, посмотрел на мои ловкие, неловкие движения, и с перекошенным лицом, в котором вот именно презрение, знаете, брезгливость ко мне, он вышел из палаты, и вся свита тихонько потопала за ним. Ребенка моего так и не осмотрели. Прошло 27 лет, я это помню. Поэтому говорить мне о том, что доктор, избивающий пациента, не вызвал у пациента никаких эмоций, убейте меня, я в это не поверю. Нет, Лен, экспертизу можно оспаривать. Я с вами совершенно согласна. Просто, как говорится, я вот ее не читала, протокол, да? Да, но, конечно, можно оспаривать, и факт стресса никто не... Это понятно, это ужасно. Кстати, есть ведь нюанс, мы забыли, мы неоднократно говорили, в том числе в нашей программе, ведь тело-то было забальзамировано. Для того, чтобы, да, чтобы дальнейшее... Да, там я тоже... Это не требовалось вообще. И, собственно, в таких условиях как? Экспертизу-то нормальную провести, если все уже. Да, никак. Да, там дело, в общем-то, такое достаточно темное, и, в принципе, родственники пострадавшего, там сын, по-моему, выступает истцом, они имеют право оспаривать результаты экспертизы в судебном порядке, и я совершенно не исключаю, что там она не совсем соответствует истине. То есть голову на рельсы я не положу. Вы, смотрите, вот вы сказали, дело темное. Да, может быть, с медицинской позиции какое-то дело темное, а для меня оно абсолютно на поверхности. Это, смотрите, значит, забальзамировали покойного. Зачем? Тишина. Нет ответа. Зачем бальзамировали? Чего время тратили? Зачем это? Да, причем без разрешения родственников. Без разрешения родственников. Это важно. Это первое. Это, знаете, помните, как мы недавно обсуждали дело на Геной? Когда дело на Геной, вот троллейбусница, которая якобы, да, переехала девочку, когда начали разбираться по сути и по существу, выяснилось, что троллейбус, на котором Марина ездила, буквально сразу же после аварии взяли, порезали на кусочки и сдали в металлолом. И нечего изучать-то, нечего исследовать. И для меня здесь не темное дело. Для меня здесь все на поверхности. Это было сделано специально. Кто ответит за бальзамирование без разрешения? Человек должен за это ответить? Конечно, должен. Безусловно. Но это бальзамирование без разрешения гораздо меньшая ответственность, чем убийство человека, пациента, лежащего в реанимационном отделении. Для меня это банальное заметание следов. Вот. Конечно. Очень похоже на это. Это очень подозрительно. Более чем подозрительно? Более чем подозрительно. И для всех это, да, конечно. Никто не может сказать, а зачем было бальзамирование-то произведено? Февраль месяц. Извините, достаточно холодно. Даже, извините, холодильника не надо. Нет, но в любом случае на это должно быть получено разрешение родственников. Вот тут уже... Ну, я же сказала, это наименьшая степень ответственности. Там убийство, а здесь, ну, забальзамировались слегка. Упражнялись, наверное. Не знаю, может, кто-то любитель каких-то египетских... Хотелось бы знать, конечно, объективные данные, что сейчас делают родственники, что они собираются делать, как они себя чувствуют. Ну, увы, можно только догадываться. Ну, я знаю, что сын отказался от рассмотрения вот этого дела в особом порядке, потому что Ватиков ходатайствовал, чтобы дело было рассмотрено в особом порядке. Это значит, он полностью признает свою вину, он не будет опротестовывать приговор. И он... То есть все, что написано в следствии, это просто судья зачитывает, он совсем согласен. Да, без запроса свидетелей и две трети наказания. Вот. Но ИССы, то есть сын пациента этого, они отказали... Фамилия Кулешов. Кулешов, да, да. Кулешов, по-моему, ему не очень много, за 50 было, да? Да, там пациент в таком возрасте. Значит, вот его сын и его адвокаты, которые с ним работают, они отказались. И дело вот будет рассмотрено в обычном порядке со свидетелями и так далее. И 6 февраля, если я не ошибаюсь. Ну, вот да, вы как раз про это писали. Ну, вот вы знаете, у меня вчера была реплика, я в этой реплике написала по поводу заключения судебной медицинской экспертизы. Вы знаете, я написала очень жестоко. Но я понимаю, да, что вот врач избил пациента, пациент остался, значит, как бы совершенно равнодушен, у него сердце не ёкнуло, не заболело его больное сердце, да, после этого. А может быть, даже он, глядя на эту зверскую рожу доктора, может быть, он захохотал и помер от хохота. Так ведь нет, мы же все понимаем, что это не так. Сколько бывает сердечных приступов, от чего? Вроде, знаете, казалось бы, здоровый человек расстроился, что делать, за сердце хватается. Скачки давления и так далее. Нет причины следственных связей. Вы знаете, я не поверю. Я не поверю. Почему люди, дающие заключение, подставляют себя. Ну вот, пожалуйста, последнее дело, да, Голофаева взяли эксперта на 500-тысячной взятке. Вот. Ну, подтасовка документов, да. То есть человек, который фактически помог взять жулика за руку, мой хороший знакомый, да, вот, он обратил внимание, как во время суда идет рассмотрение документов, вот, и он знает, он этот документ подписывал, а экспертиза пишет, нет, поддельно. Он знает, что этот документ он не подписывал, а экспертиза, значит, дает заключение. Подлинная подпись. Он начал совещаться. Он узнавал у людей, потому что, ну, многие из нас были в шоке, когда я знаю, что этот документ поддельный, а экспертиза дает заключение. Не-не-не, он правильный. Я была в такой ситуации. Вот. И главное, делать ничего невозможно. Но экспертиза у нас царь и бог. Они сказали, значит, а кто будет перепроверять? То есть вот эта вот история с экспертом Головаевым. Пожалуйста. И причём было сказано, да, возьми бутылку коньяка тебе, и экспертиза будет такая, какая ты надо. Но там коньяк дорогой получился за полмиллиона, но в момент передачи денег человека взяли за руку. Поэтому, ребят, вы на таких ответственных постах вы решаете вопросы о жизни, смерти, о наказании убийц или не убийц. Вы решаете этот вопрос, вы надеваете себя личину бога, вы берёте на себя функции бога. Так уж хотя бы честно делайте это. Трудно быть богом. Трудно быть богом. Это риторическое... Нам пора на рекламу сходить. Не, ну когда взялся, договорились, делай, зяжи и по-честному. Но перед тем, как на рекламу сходить, давайте всё-таки скажем, что у нас есть опросы, и там уже голосуют. Это хакерва.ру и наша страница ВКонтакте. Вопрос следующим образом. Как вы думаете, могут ли работать по профессии те врачи, продолжать работать те врачи, которые признаны судом виновными? Три варианта ответа. Пускай работают, их уже наказали. То есть суд приговорил, надо навсегда лишать практики, как на Западе. И должны быть чёрные списки медиков, доступные всем пациентам. Три варианта ответа. Правильно. Голосуйте. Голосуйте. Что у нас, небольшой перерыв. Минутка-полторы, мы вернёмся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» 708-502. Ещё раз напомним наш телефон для СМС 8909-720-1.0. Тема, конечно, непростая. Ну что ж, мы продолжаем тему. Как избежать таких случаев? Да, наши гости Екатерина Иосифовна Тарловская. И давайте сразу же, потому что вопросов ещё много. Вот смотрите, вы написали всё-таки, что вот этот Ватиков, доктор, вот этот анестезиолог, может вернуться обратно в медицину. И вот это заключение Бюро судебно-медицинской экспертизы, Кировская, даёт типа ему на это право. Нет причинно-следственных связей после избиения. Вы об этом писали или у вас есть ещё какие-то данные? И мы ещё голубом проскакали ещё один вопрос. Вы сказали, что вы знаете о безобразиях, творящихся в Пермском кардиоцентре. Я вас спросила, вы можете поделиться? Могу, конечно. Поделитесь. Значит, нет, то, что касается Ватикова... Мы где-то все потенциальные пациенты. Ой, упаси, Боже, не надо. Значит, то, что касается Ватикова, почему я сказала, что он может вернуться в профессию, ну, это исходя из реалий нашей судебной системы. Это потому, что ему переквалифицировали статью. Он может получить, вот как мы обговорили, вот это не очень большое наказание. Его могут там на 2-3 года лишить возможности работать в профессии, а через 2-3 года он может в профессию вернуться. Ну, то есть вот это реалии нашей судебной системы. На мой взгляд, гораздо более правильный подход, естественно, к врачу, который совершил вот какое-то такое действие, которое совершенно несовместимо с профессией врача. Это пожизненный запрет, безусловно, на профессию, но в плане там уголовного наказания оно должно быть адекватным, деянию совершенному. Это как бы вот... Но то, что он не должен работать в профессии, я считаю, что это однозначно. Ну, вот вы знаете, всё-таки законодательство дело сделало определённый шаг вперёд. Смотрите, существует закон, по которому чиновник, сваченный на месте преступления, на работе, представители правоохранительных органов и так далее. У них, допустим, там, если взятка, да, вот у них, по-моему, десятикратный размер идёт. У них, по-моему, наказание более суровое, потому что ты исполняешь функции. Но здесь, здесь и та же самая история. Здесь та же самая история. Если бы доктора жили, как в Америке, зная, что он получит гигантский срок тюремного заключения, а потом никогда не вернётся в медицину и будет влачить жалчайшее существование, и будет страдать вся семья и все поколения дальнейшие, человек вряд ли себе позволит что-нибудь такое. А здесь у нас, ну, вы знаете, человеческая жизнь. Я уже сейчас перехожу к позиции, простите, врач-кардиолог Кировской областной больницы. Это тот, который, помните, Андрей, фамилию забыла. Хороший штук, сколероз каждый день. Ты имеете в виду вот тех, которых... Да, да, который торговал кардиостимуляторами. Прекратили уголовное дело? Вот. Торговал кардиостимуляторами. Бесплатными кардиостимуляторами торговал по 100 тысяч рублей. Вот, Лена, вот это дело, оно действительно тёмное. Потому что... А что, почему? Я объясню, почему, да. Потому что здесь всё не совсем так, как наши СМИ это представляли. Здесь торговли именно бесплатными кардиостимуляторами, по сути, не было. Хотя вот мне сейчас не хочется в эту ситуацию влезать и вмешиваться, потому что действительно дело как бы прекращено по примирению сторон. Я могу просто нанести вред, скажем так, что-то такое рассказывать. Потому что всё время какая-то со стороны правоохранительных органов следует очень такая бурная реакция после того, как начинаешь это дело обсуждать. Это же нас правоохранительные органы могут заставить не обсуждать? Может быть, нас ещё заставят не думать, не соображать? Нет, просто я вред не хочу нанести... Ступо ходить в строю, вредами и колоннами? Вред не хочу нанести участникам этой ситуации. Там же что будут делать правоохранительные органы, мне, в общем, всё равно. Дело не в этом. Дело в том, что бесплатных кардиостимуляторов на тот момент, скажем так, когда предлагали все эти платные имплантации, их не было. Их, вот эту партию стимуляторов, которую показывали по телевизору, открывая шкафчик, их привезли накануне. И кто-то об этом знал. Накануне чего? Накануне съёмок. Накануне съёмок. Вы знаете, у меня есть родственница, которая за 70 тысяч купила кардиостимулятор, а потом был сделан вывод, что в кардиостимуляторе его установки она просто не нуждалась. У меня есть родственница. И вы знаете, на сегодняшний момент... Вот смотрите, я знаю, что у следствия... Я не достала эти документы, но я попытаюсь приложить множественные усилия. У следствия есть список людей, которые не смогли купить кардиостимуляторы из-за отсутствия денег. Почему они не являются свидетелями, наверное, всем понятно. Потому что они просто не дожили. И список не один десяток человек. Простите, пожалуйста, если врачи торговали платными кардиостимуляторами, те, которые стоят денег, то в ответе те люди, которые не поставили вовремя бесплатные кардиостимуляторы, ведь виновные в смерти людей всё равно есть. Ведь они же не окочурились, потому что хотели окочуриться, а не хотели жить. Но не смогли купить. Да, Лин, это как раз вот та ситуация, когда там вовремя не было разыграны, если я не ошибаюсь, торги, вовремя не были проведены торги, потому что неправильно была составлена заявка. Там цепочка-то такая, она прослежена уже. Вот там дважды возвращали эту заявку, время всё это затянулось. Главный врач, по-моему, да, подписывает заявку. Я вот не знаю, потому что надо тут очень всё хорошо смотреть. Вот, реально действительно затянулась ситуация, действительно не было бесплатных стимуляторов. И там реально существует очередь. Это мы знаем, потому что мы сами направляем туда пациентов на имплантации кардиостимуляторов. Реально существовала очередь людей на имплантацию кардиостимуляторов, которые их ждали. Платные стимуляторы, они бывают всегда, то есть если ты заплатил, тебе, понятно, поставят. А бесплатные, вот, был такой провал. Помните, как был провал такой же точно с кардиохирургическими операциями в нашем кардиохирургическом отделении? Когда у них был сломан этот самый коронар-ангиограф, и они не оперировали где-то порядка шести месяцев, наше кардиохирургическое отделение, да, и кучу больных отправили в тот же самый Пермский кардиохирургический центр. Вот эта история вся была там тоже год назад, вся разгоралась. Это примерно та же самая история. Тоже люди и погибали тоже, которые вовремя не успели быть прооперированными. И это лицо современного здравоохранения Российской Федерации, не только Кировской области. Нет, давайте, не только Кировская область. Я запомнила эту фразу, но мы продолжим буквально на несколько секунд. Я понимаю, сейчас прозвучали некие слова оправдания в адрес кардиохирурга областной больницы. Прозвучало. Хорошо, я не буду спорить, но если я получу документы, что это не так, я думаю, что всё-таки мы будем как-то продолжать этим вопросом заниматься. Скажите, пожалуйста, а те люди, которые отмазывали, помните, там, с куражом? Один, там, врач, сарапал стенку желудка, другой сделал снимок, ставил язву. Да просто брали деньги, отмазывая призывников от военной службы. Они же все на работе. Они же все на работе, все работают. Они все носят белые халаты, не телогрейку, не робу с номером. Они же все в белых халатах. Что делать-то? Это как раз надо выходить с законодательной инициативой. Сейчас пойдём. Надо менять законодательство. Уже стачается? Эфир стачивается, да. В этом плане, вот мы же обсудили, как в Америке происходит эта ситуация. Надо менять законодательство. И всё-таки по тем нарушениям ещё, которые существуют в Перском кардиоцентре. Не прозвучали они? Буквально, да, несколько слов. Буквально несколько слов. Это чисто профессиональные претензии, которые не один раз озвучивались. Это неправильный отбор пациентов, неправильная методика отбора. Отсутствие должного предоперационного обследования и отсутствие должной предоперационной подготовки. И это отсутствие должного проведения реабилитации пациентов после операции. И обращает на себя внимание, слишком часто, значит, после операционное осложнение инфекционное. Для меня это всё значит поток из большого количества пациентов, нет? Володя, это медицинские показатели, это не мордобой. Мы-то надеялись услышать, что там, знаете, что-то вот именно такого плана. А вот то, что я сказала, это гораздо хуже. Это гораздо хуже, я понимаю, но мы не профи. И поэтому оценить вот эту ситуацию, это медицинские термины, сможет понять врач. Давайте примем звонок, да? А как обыватель, я понимаю, что ехать туда не надо. Алло, алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Ян Евгеньевич Чебатарев. Маленькая просьба к нашему, к вашему гостю. Если всё-таки наши врачи-кардиохирурги ни в чём не были виноваты, то почему дело дошло до суда? В чём они примирялись с потерпевшими тогда? Ян, я не сказала, что они ни в чём не были виноваты. Я сказала, что дело тёмное и не совсем понятное, потому что там не совсем всё так. Ян Евгеньевич, спасибо за звонок. Вы дали пищу для ума. И не только мне, я думаю, всем нашим радиослушателям попробуем поработать на эту тему. Есть ещё СМС-кат, Сергей. Давайте СМС-катим. Имеем то, что имеем, когда подбор кадров в пресловутой вертикали 12 лет свёлся по принципу «Если ты за, делай, что хочешь». Екатерина Иосифовна, вы сказали, это не только в Кирове, это по всей территории всей России. Вот это так обстоит чудовищно? Это правда. Володя, а вы пока начинаете смотреть итоги? Я смотрю, я смотрю. А давайте в следующем часе озвучим итоги и дадим слово Екатерине Иосифовне. Ещё вот это по всей России так? Да. Жесть. И что, выбор остаётся один, если хочешь что-то качественное, то езжай за границу? Очень много людей уезжает лечиться за границу. Самые продвинутые, самые обеспеченные, практически все ездят лечиться в Германию или в Израиль. А вообще, если вот ради, да, можно над кроватью повесить плакат. Жить вообще опасно, от этого можно умереть. Тогда будет. Но надо что-то менять. Надо обязательно. Ну, я говорю для пессимистов и оптимистов. Благодарим Екатерину Тарловскую. Далее у нас новости. И мы уже вернёмся в следующую часть с новой темой. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.